Последний русский император Николай II За время его правления происходит беспрецедентный рост численности населения России. Меньше чем за четверть века оно увеличивается на 62 миллиона человек, по 2,5 миллиона в год. Растет благосостояние народа. Месячный заработок рабочего увеличился с 13 до 30 рублей. Жалование учителей и врачей доходит до 100 рублей, учитывая, что в то время буханка хлеба стоила 4 копейки. Сберегательные вклады за годы правления Николая II выросли в 7 раз. Бурно развиваются промышленное производство, сельское хозяйство, народное просвещение. Грамотность городского населения превышает 70%. Но именно самая образованная часть общества, студенчество и интеллигенция все настойчивее призывают к свержению власти. Несмотря на очевидные успехи в развитии страны, среди наиболее обеспеченных слоев российского общества растет недовольство существующей властью. Инициированные императором прославления святого Серафима Саровского становятся всенародным торжеством. Но параллельно нарастают и антицерковные настроения. Военное и экономическое усиление страны вызывают зависть и страх за рубежом. С одобрения англичан Япония внезапно нападает на Россию. А предательство элит приводит к поражению в войне. А оппозиция использует внешний конфликт для разжигания первой русской революции. Царским манифестом учреждается Дума. Разрешены политические партии и свобода слова. Но либеральные реформы не смиряют бунтарский пыл. Напротив, ослабление цензуры развязывает оппозиционерам руки. И теперь газеты изливают потоки клеветы на государя и его семью. В России начинается грандиозная модернизация промышленности и оборонного комплекса. В четыре раза увеличивается выплавка чугуна. В пять – меди. Добыча угля вырастает в четыре раза. Россия становится крупнейшим в мире производителем нефти. Огромными темпами идет рост машиностроения. Общее число рабочих за 20 лет с двух миллионов приблизилось к пяти. А золотой запас Госбанка вырос почти в три раза. И это без введения новых налогов, без повышения старых. Страна занимает первое место в мире по производству ржи, ячменя и овса. Становится главным экспортером сельскохозяйственной продукции. На ее долю приходится две пятых мирового рынка. Никогда в будущем это не повторится. Реформы Столыпина дают начало бурному развитию села. Но достижения самодержавной власти вызывают у революционеров только злобу. После десяти покушений Столыпина убивают. В бесконечных терактах гибнут сотни чиновников, министров, офицеров. При поддержке российских и иностранных капиталов ведется открытая подготовка революции. Мирные инициативы Николая II предвещают создание организации объединенных наций. Но европейские державы жаждут войны, в которую втягивают и Россию. В критический момент Первой мировой император берет на себя командование войсками, что позволяет переломить ситуацию на фронтах. Однако измена и отступничество генералитета и тумских деятелей приводят не только к поражению России в войне, но и к полному краху империи. Из воспоминаний Якова Юровского, коменданта дома Ипакева. Николай нес на руках Алексея. Остальные несли с собой подушечки и разные мелкие вещи. Войдя в густую комнату, Александра Федоровна спросила, «Что же и стулами? Разве и сесть нельзя?» Внесли два ступа. Николай посадил на один Алексея, «На другой села Александра Федоровна. Остальным я велел стать в ряд. Когда стали, позвали команду. Когда вошла команда, я сказал Романовым, что ввиду того, что их родственники в Европе продолжают наступление на Советскую Россию, Урал из полком постановил их расстрелять. Николай повернулся спиной к команде, лицом к семье, потом, как бы опомнившись, вернулся ко мне с вопросом, «Что-что?» Я наскоро повторил и приказал команде готовиться. К команде заранее было указано, кому в кого стрелять. И приказано целиться прямо в сердце.